Один из самых известных российских режиссёров, создатель таких нашумевших фильмов, как «Мусульманин», «72 метра», «Гибель империи», «Достоевский», Владимир Хатиненко, в этом году стал почётным президентом 10-го международного кинофестиваля от всей души. Наша беседа состоялась на главной фестивальной площадке, в фойе Ленинского мемориала. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Для нас большая честь, что вы стали почётным президентом, именно почётным президентом кинофестиваля. А вот как, вы сразу согласились? Ну нет, я не скажу, что сразу, потому что, вы знаете, я состою во многих, сейчас, я член президентского совета, патриаршего совета. Ну да, вы во многих советов ходите. Ну, это, с одной стороны, почётно, хорошо и приятно, что предлагают, но я люблю отвечать за свои поступки, поэтому я не скажу, что я прям сразу согласился, но в связи с все обстоятельства, учитывая специфику этого фестиваля, я, конечно же, согласился. Да, 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 это семейный кинофестиваль, учитывая то, чем он занимается уже в течение 10 лет. Я же здесь тоже не первый раз. Ну, я слышала, третий раз уже. Да, вот, так что, в общем, я думаю, это как раз то дело, на которое стоит находить время обязательно. А вы на каких были кинофестивалях? Я сейчас не помню, мы пытались же вспомнить. Ну как, может, три года, может, пять. Сейчас время так летит, время сплющилось совершенно. Вы что-то запомнилось из тех кинофестивалей? Что-то запомнилось из тех кинофестивалей? Ну-ка, запомнил встречи творческие. Меня же в основном так приглашают, чтобы я бы творческие встречи проводил. Вот, а вообще, в принципе, чего-то. Запомнилась атмосфера, которую вы слышали сегодня очень много, говорили. Вот. Так что... Ну, семейное кино, вот, в наше время, это очень важно. Да вы знаете, нормальное кино, оно все семейное, так, по большому счету. И даже сегодня, вот, на пресс-конференции, в основном, разговор, а там, если эротика... Ну, знаете, эротики бояться не надо. Дети сейчас в интернете все увидят, что нужно. Ну, да, ну, нужно отделять, там, до определенного возраста. Ну, дети, когда детское кино, ну, совсем ребенок, который еще даже может не понимать, что там люди делают. Вот. Но, в принципе, этого бояться не надо, потому что сейчас, ну, времена поменялись. И, в общем, вспоминая себя, скажем, в юности, ну, да, ну, это не имеется в виду, вот, как это сейчас принято, скажем так, в той же Европе. Это навязывание этого. Вот, ты даже не хочешь этого знать, а тебе расскажут. Вот. Я это не имею в виду. Ну, к этому надо уже в нынешних временах относиться чуть спокойнее, мне кажется. Я думаю, в программе это как раз все. Ну, в семейном кино, если присутствует эротика, это нормально, то есть? Я считаю, что это нормально. Я считаю, что это нормально. Ну, вопрос сюда, понимаете, да, диапазонно. Ну, мы сейчас, говорим, эротики, специально употребляем этот термин. Поэтому я считаю, что, в общем-то, он нормально. Я говорю, все равно диапазон, разрастной цен, все равно должен существовать, скажем, вот. И ничего тут худого нет, и это везде так. Но уже с определенного возраста, когда это и да, и семейное кино, ничего страшного, если посмотрят, что называется, вместе. Но, поскольку это не основное кино вообще, вот, хотя и не последнее. Но, в общем, тут, видите, главное, чем наполнено кино, теми самыми нравственными ориентирами, простите за высокую стилистику, те самые нравственные ориентиры, вот, что главное. Вот, вот, то, на самом деле, знаете, семейное кино – это кино про смысл жизни. Понимаете, это по-всякому, это очень по-всякому может быть выражено, понимаете, это может быть выражено в жизни муравьишки. Ведь, в общем, абсолютно семейное кино «Ежик в тумане» Юрия Норштейна – это абсолютно, это гиперсемейное кино. Вот, это абсолютно немецкое кино, оно в смысле жизни. Вот, например, «Ежика», «Медведика», «Тумана», «Белой лошади». Вот, вот, это идеальное, абсолютное, что называется, семейное кино. Поэтому я знаю, о чем я говорю. То есть, я не… Это даже нежелаемое, и есть такое кино, и хорошее из них кино, оно как раз из этого разряда. А вот из своей фильмографии, какие фильмы, вы можете сказать, семейные? Ну, у меня много, на самом деле, у меня много таких фильмов, «На здоровье», все что угодно, включая бесов. Вот, и, нет, вы знаете, у меня даже, если иметь в виду совсем самое свежее, у меня фильм, вот, «Меморандум Паруса» о Ленине, он, я думаю, его может в книгу «Икорда Геннесса», там всего один поцелуй, «Энесса Армант и Ленина». Там на весь восьми-серийный фильм всего один поцелуй. Кстати, я вот хотела остановиться на этом фильме. Вот, поэтому это абсолютно, там нет ничего, что бы мешало, более того, это тоже нужно очень даже. А так, от «Зеркала для героя» до патриотической комедии, «Макара», все что угодно. Ну, я даже исключенник их, 612-й, пожалуйста, «Семейное кино». Я даже не думал, вот вы мне задали вопрос, я думаю, а все, на самом деле, просто все, все мое кино, его вполне можно причислить к этому. Ну, вы сказали, «Меморандум», именно так назвали фильм, а так вообще… Нет, вот смотрите, такая… Видим, как демон революции. Нет, 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 нет. Нет? Это интересный случай. Мы снимали «Меморандум Парвуса», значит. Мы снимали фильм «Меморандум Парвуса». Затем, когда восьмисерийную картину запускалась на производство, потом с продюсерами мы договорились. Поскольку там юбилей на всех каналах началась эта «Бурная бита», мы с ним договорились. Они сделали такую трехсерийную, но с длинными фильмами, продюсерскую версию, потом показали, назвали это, с моего согласия, назвали это «Демоном революции». Потом, ну это мой фильм, в общем, все равно, там мой материал, и все там, все то же самое. Потом на этом же материале я показал свою версию на «Культуре», «Меморандум Парвуса», а сейчас я занимаюсь тем, что делаю для кино, двухчасовую киноверсию. Которая будет посвящена именно поезду, который привез Ленина к ключевому событию. У меня получится триптих, замечательно, я очень доволен. А вот «Демон революции», кого имели в виду «Демона»? Ну, вообще так Троцкого звали. Вообще «Демон революции», если по большому счету, что имелось в виду, когда мы обсуждали это название, это имелось в виду демон, который витает над всеми. Это не конкретный персонаж, ни Ленин, ни Парвус, ни Троцкий. Это демон, это тот демон, который витает над этим. Дух, это дух революции. А то приписали-то Ленину все. Да приписали кому угодно. Кто, чтобы вообще так звали, Троцкого. Там, ну, в крайнем случае, можно было под этим подразумевать, как Аспарвуса. Ну, уж не Ленина точно, потому что это слишком примитивно. Хотя бы по одной простой причине. Почему так мало стало патриотических фильмов? Я имею в виду, вот, 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 прямо вот. Ну, как мало, не знаю. Например, «Легенда 17». Да, это вот, это то. Вот, «Легенда», «Движение вверх», пожалуйста. «Экипаж» тоже. Да. Ну, их мало. Ну, вы понимаете, тут, во-первых, это трудно. Хорошее кино, в хорошем смысле патриотическое себе, без жупела такого. Вот, вы знаете, я патриотическое кино снял тут, оно тупое, неинтересное, нехудожественное. А художественное и отвечающее задачам снять трудно. В бой идут одни старики, снять очень сложно фильм. Вот, очень сложно найти тему, нарвать актеров так, чтобы это было тонко, хорошо на все времена и патриотично, подкожно, а не называемое. Вы знаете, я вот призываю, это, вот эта нравоучительность, она пагубна, а многие прячутся за этим. Хочется кино снимать, а я патриотич, вы не даете мне снимать патриотическое кино. Вот, поэтому это тонкая грань, это очень сложно, именно поэтому их немного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова